Местный банковский сектор, основанный на эстонском капитале, старается всеми силами держаться на плаву, несмотря на то, что общая его доля составляет примерно 20% от всего кредитного портфеля всех банков, представленных в нашей стране. Скандинавские банки прочно осели на финансовом рынке Эстонии, что поначалу многими воспринималось как вполне позитивное явление. Однако скандалы с отмыванием денег, в которых оказались замешаны именно банки Скандинавии, снова подняли вопрос о том, насколько интенсивно необходимо развивать местный банковский сектор, основанный именно на эстонском капитале. Я думаю, что эстонский капитал нашел свою нишу на местном банковском рынке. В таких банках, как КОП или ЛХВ, количество эстонских инвесторов доминирует. И я думаю, что частные инвесторы в последнее время очень хорошо понимают, что местные акции приносят неплохую прибыль. Международный капитал, в свою очередь, ищет свою нишу. И, по всей видимости, это будет в основном недвижимость и промышленность. Ну а местные банки держатся за счет именно местных инвесторов. По мнению экономиста Раеву Вары, проблема скандинавских банков заключается в том, что они формализируют выдачу денег под нужды бизнеса настолько, что это начинает мешать самому бизнесу. Дело в том, что выдача кредитов связана с оценкой рисков, учитывая местные реалии. И здесь также требуется более тщательный опыт. При этом, по словам Раева Вара, в Эстонии банки как раз является опорой для местного бизнеса, а не какие-либо другие финансовые структуры. И проблема может возникнуть опять же в оценке финансовых рисков. И специалисты уже несколько лет говорят, что эпоха шведских банков в Эстонии может подойти к концу. Первыми такими сигналами стали еще в 2019 году продажа банка «Люминор» и уход с эстонского рынка «Данский банк». В результате в Эстонии остались только два скандинавских или шведских банка – это Светбанк и ССБ. Но все равно их доля составляла примерно две трети рынка банковских услуг в Эстонии, в то же время конкуренты росли быстрее. Это означало, что могущество шведских банков начало постепенно идти на спад, а вот доход банков, находящихся преимущественно в собственности эстонского капитала, вырос на десятки процентов, что в свою очередь означает, что местные банки постепенно начинают наступать на пятки скандинавским. Доказательством тому стало, например, открытие нового здания банка «Коп», в основе которого «Эстонский капитал». И судя по тому, дому они планируют долгую финансовую жизнь. Правда, когда одни обгонят других, сказать еще сложно, как и то, обгонят ли они своих конкурентов вообще. Все-таки, как ни крути, а Скандинавия и богаче, и стабильнее. Сергей Овченков, Виталий Савинский, Новости Таллина.